Поздним вечером 11 мая 1937 года Нарком внутренних дел СССР Николай Ежов положил на стол Сталина толстую папку. Вождь пролистал несколько страниц и, закрыв документы, тихо произнес. Теперь ни одна сволочь не сможет сказать, что мы расстреливаем невинных военачальников. Допрыгался этот Наполеончик. Наполеончиком Сталин презрительно называл Михаила Тухачевского, самого молодого из первых маршалов Советского Союза, героя гражданской войны, любимца Ленина. Ровно через месяц 44-летнего полководца казнили, как немецкого шпиона и заговорщика. Пуля в затылке. Именно так, по приказу Тухачевского, в гражданскую расстреливали пленных белогвардейцев. А потом, в 21-м, участников кронштадтского мятежа и восставших крестьян Тамбовщины. Людей он убивал часто, как говорится, ни за что. В разные годы Тухачевского называли то великим реформатором армии, то беспринципным карьеристом, который не выиграл ни одного большого сражения. Одни историки пишут о нем, как о жертве сталинских репрессий. Другие считают Тухачевского организатором большого заговора середины 30-х годов прошлого века. Дело Тухачевского, я считаю, что это одна из больших тайн и интриг прошлого века. Его короткая жизнь вообще полна загадок. Как случилось, что дворянин, офицер царской армии Михаил Тухачевский сразу после Октябрьской революции принял новую власть и преданно ей служил? Почему Сталин так стремительно продвигал его по служебной лестнице и одновременно так боялся и в итоге расстрелял? Мы проведем свое собственное расследование. Осенью 36-го в кабинет начальника генштаба Красной Армии один за другим входят высшие военачальники страны. Несколько человек в звании не ниже командарма и пять первых маршалов Советского Союза. Буденный, Ворошилов, Блюхер, начальник генштаба Егоров и самый молодой из маршалов Тухачевский. Последним в просторной комнате появляется Сталин. Можно начинать штабную военную игру. Условный противник – фашистская Германия. С первых минут начинается жесткая перепалка между Ворошиловым и Тухачевским. Ворошилов. В случае войны немцы бросят против нас 60 дивизий. Красная Армия ответит троекратным перевесом. Раздавим врага в первые же дни. Тухачевский. Германия способна выставить не 60, а почти 200 дивизий. Кроме того, противник обязательно использует эффект внезапности. Сталин в бешенстве. Вы что, товарищ Тухачевский, советскую власть хотите запугать? В 41-м Гитлер бросит на Советский Союз 190 дивизий. Будет и внезапный удар фашистских войск, и отступление Красной Армии, и поражение, и неоправданные жертвы. Все, как предсказывал Тухачевский за пять лет до начала Великой Отечественной. Само собой понятно, что германские армии при очень большом желании найдут пути для вторжения на нашу территорию. Другой разговор, чем это, кончится. А тогда, осенью 36-го, он уходит из генштаба с тяжелым сердцем. Вернувшись домой, маршал достанет из футляра любимую скрипку. Спустя десятилетия его биографы напишут, что Тухачевский не только виртуозно играл на этом инструменте. Что он, оказывается, увлекался изготовлением скрипок. И вот кто примерно когда-то с этим сталкивался, он знает, что такое сделать скрипку. Это очень трудоемкий процесс, длительный процесс и так далее. А следующая статья идет. Он не вылазил из генерального штаба, или там из штаба Красной Армии, был полностью поглощен военными. А когда он еще к любовницам ездил? А когда он скрипкой занимался? К любовным историям Красного Маршала, которые могли стоить ему карьеры, мы еще вернемся. А в тот холодный вечер 36-го он играет на скрипке. Играет долго и самозабвенно, как всегда в самые тяжелые минуты жизни. Его друг, знаменитый композитор Дмитрий Шостакович, однажды сказал, «Не будь Михаил военным, он стал бы блестящим скрипачом». Музыку Тухачевский любил с детства. Сын обедневшего дворянина Николая Тухачевского и красавицы-крестьянки Мавры Милоховой, Михаил появляется на свет в 1893 году на Смолещине. Его отец женился на девушке низкого происхождения по большой любви, за которую его проклинали близкие. С такой-то родословной выбрать девку-чернавку. Действительно, род Тухачевских впервые упоминается в летописях 15-го века. В гимназии Миша был первым силачом, увлекался борьбой, легко бросал на лопатки ребят намного старше себя. Да, он физически был очень крепок, он, по-моему, даже гирями занимался. В общем, он был такой человек очень накачанный, по-современному бы сказали. Из воспоминаний гимназического друга Тухачевского, Владимира Студентского. Ростом он значительно превосходил каждого из нас. В гимназии, используя силу Миши, мы, его товарищи, часто устраивали такое развлечение. По нескольку человек навешивались на него, и он таскал нас по классу, стараясь не сбросить. Он прекрасно держался в седле, на скаку делал разные трюки. Старший брат Николай однажды спросил его, «Ты что, в цирк собираешься?» «Нет», – ответил Миша, – «в армию». Перед Первой мировой войной Тухачевский окончил офицерское училище. В звании подпоручика отважно воевал. Раненым попал в немецкий плен. Пять побегов подряд. Последний – удачный. Снова фронт, ордена, блестящая карьера впереди. И эта карьера была только не в царской, а в Красной армии. Столбовой дворянин Тухачевский в первые месяцы гражданской войны примкнул к большевикам. На Германской войне Тухачевский командовал взводом. На войне гражданской – сначала армией, потом фронтом. Фантастический взлет для 25-летнего человека. Кто мог его назначить на такую должность? Только один человек. Троцкий, нарком-военмор, который только что стал военным министром. И которому нужны были такие люди. Ведь если ты поднимаешь лейтенантика на уровень командующего армией, генеральская должность, этот человек будет тебе вовек обязан. И готов сделать для тебя что угодно. Весной 1918-го Тухачевский вступил в партию большевиков. Он быстро понял – без партбилета при новой власти не продвинуться. Коммунистом он никакой был, прямо скажем. И даже во многих характеристиках указывалось и так далее, что он коммунист по тому, что имеет партийный билет в кармане. И не более того. Он не знал ни теорию коммунистическую, ни там Маркса, ни Ленина не изучал ничего. Но тогда, в первую очередь, от молодого командарма требовались не знания основ марксизма, а военные победы. И победы были. Разгром дивизий Колчака и Деникина, успехи на всех фронтах, куда посылала Тухачевского новая власть. На гражданской войне эта власть сполна оценила характер самого молодого командарма республики, его стальную волю, храбрость и предельную жестокость к неприятелю. Тухачевский крушит врага во всех сражениях, кроме одного. Летом 20-го года Ленин лично назначает 27-летнего Михаила Тухачевского командующим Западным фронтом, который должен разгромить польские войска. Но в сражении под Варшавой его дивизии терпят жестокое поражение. Его войска вдребезги разбиты и отогнаны на первоначальные позиции в район Минска. И мы отдаем полякам Западную Белоруссию и соглашаемся с тем, что они оккупируют Западную Украину. Данные о погибших на поле боя в той провальной операции разнятся. То ли 60, то ли 80 тысяч бойцов Красной Армии. Но это далеко не все потери. Жертвы в основном были страшные. Это военнопленные, которые поляки заморили голодом, болезнями. И это лежит на совести Тухачевского. Однако именно Тухачевскому после такого позора было поручено подавление мятежа в Кронштадте. По его личному приказу на Балтийском льду сотнями расстреливали и повстанцев-матросов, и гражданских людей. Целыми семьями. Без разбора. Это было оценено ленинским правительством. Спустя несколько месяцев, в апреле 21-го, вспыхивает восстание крестьян Тамбовской губернии. И вот подавлять это восстание отправляют герою Кронштадта, Тухачевского. Понимаете, трудно бороться с крестьянами, которые восстали каждый в своей деревне. Нету линии фронта. Непонятно, где противник, как бить по нему из артиллерии. Поэтому Тухачевский находит прекрасный выход. От времен мировой войны сохранились запасы отравляющих газов. И он применяет их, не задумываясь ни на секунду. Кровавая работа, больше похожая на действия палача, а не офицера. Но почему именно Тухачевский и никто иной был выбран для этих жестоких расправ? Он не терпел никаких шатаний в плане морально это и не морально. Есть четкие приказы на подавление, на уничтожение, на расстрелы. В том числе и проводилось в Тамбовских вот этих районах децимации. Это расстрел каждого десятого, да? Я уж не говорю о применении газов. После карательных операций в Кронштадте и в Тамбовских лесах польский позор Тухачевскому прощают. И его феноменальная карьера продолжается. Военная форма необыкновенно идет молодому военачальнику. Высокий атлет, красавец, да в таких чинах, ты еще прекрасный рассказчик и скрипач. Те, кто его знал в 20-е, 30-е годы, отмечали необыкновенное для советских военачальников умение Тухачевского держать себя в любом обществе. И то неотразимое, почти гипнотическое впечатление, которое маршал производил на женщин. Его аскетичным, застегнутым на все пуговицы сослуживцам светские развлечения Тухачевского, разумеется, не нравились. Очень любят говорить, какой он был очаровательный, как он был воспитан, как он ухаживал за женщинами, как играл на скрипке. Ребята, о военачальниках такое никогда не говорят. Военачальник – это человек другого психологического склада. Личная жизнь Тухачевского – это пылкие романы, которые порой заканчивались трагичными. Свою первую жену, Марию Игнатьеву, он встретил на гражданской войне. Дочь паровозного машиниста колесила с ним по всем фронтам. В 20-м она застрелилась в штабном вагоне мужа. Причины ее поступка остались загадкой. Но люди, которые были близко знакомы с Тухачевским в то время, говорили, что Мария не вынесла бесконечных измен своего любвеобильного мужа. Спустя полгода Тухачевский женился во второй раз на девушке дворянского происхождения Нине Гриневич. Третьей гражданской женой будущего маршала почти одновременно стала его личный секретарь Юлия Кузьмина. Тогда же, в начале 20-х, очередной роман Тухачевского мог закончиться для него расстрелом. Симпатичная девушка Амалия Протас, как и Юлия Кузьмина, служила при его штабе. Она стала очередной страстью красного командарма. Она ведь, между прочим, была полячкой. И брат ее жил в Польше, и об этом знали поляки. Отношения с Польшей, понятно, плохие были в тот период времени. Польская разведка работала очень активно. И, конечно, получить информацию из окружения, хотя бы так, мягко скажем, такого крупного военного деятеля, как Тухачевский, конечно, она бы очень желала. Осенью 22-го Тухачевский вызван в кабинет начальника особого отдела ГПУ Яна Ольского. Тут начал прямо с порога. Ты что, командарм, хочешь, чтобы тебя вместе с этой Протас поставили к стенке? Мы подозреваем, что она польская шпионка. Это сейчас проверяем. Тухачевский ответил почти без паузы. Не знал об этом товарищ Ольский. Обещаю, что отношений с Протас впредь не будет, как и с ее родней. На этот раз пронесло. Историю замяли. Но в ГПУ, в секретном деле Тухачевского, вся информация хранилась до поры до времени. Это время придет в 37-м. Связь с польской шпионкой ему тогда припомнят. В 25-м Тухачевский назначен начальником штаба Красной Армии. А через год заместителем наркома по военным и морским делам Ворошилов. Бывший подпоручик царской армии в 33 года становится вторым человеком в военной иерархии Советского Союза. И вдруг, по собственному выражению Тухачевского, стремительное падение вниз. Март 28-го года. Сталин собирает высших военачальников страны. Всех, кроме Тухачевского. Вождь швыряет на стол стопку бумаг. Это записки Тухачевского о реформе Красной Армии. Как вам эти предложения товарища Тухачевского? В ответ – гробовое молчание. Чтобы не попасть в просаг, все, как обычно, ждут реакции Сталина. Я вам скажу – это чистая контрреволюция. Что же предлагал Тухачевский? Каким он видел коренные перемены в армии на 2011 году советской власти? Предлагалось с самого начала. Кошмарное количество танков. Какой уж они были там стадии такой подготовленности к борьбе с другими танками других государств. Это вопрос второй. Развитие мощнейшей авиации и так далее. Но страна не могла ему обеспечить вот то, что он хотел. Такое количество танков, такое количество оружия. Иногда это, конечно, принимало даже гротескные формы. Он там для увеличения числа хотел создавать танки, тракторы, там 40 тысяч транспортных самолетов и так далее. Это были прожекты, против которых, кстати, и Ворошилов, и Сталин возражали. И, на мой взгляд, совершенно справедливо. В результате весной 28-го Тухачевский отправлен в почетную ссылку командовать Ленинградским военным округом. «Моя карьера летит к дьяволу», – говорит он одного из близких друзей. Три года Тухачевский командует Ленинградским военным округом. Отчаяние от унизительного понижения в должности сменяется служебным рвением. Ему хочется доказать руководству страны, что он сделает округ лучшим в армии. Работает сутки напролет, изматывает себя, подчиненных бесконечными учениями, смотрами боевой подготовки. Старый товарищ, равный с ним по званию, армейский комиссар первого ранга Ян Гомарник, однажды скажет Тухачевскому, «Ты сам-то, Миша, понимаешь, что все это показуха, и толку от нее мало». Тухачевский в ответ промолчит. Он организовал первый массовый парашютный десант. Но, понимаете, любой соображающий кадровой военной с хорошим образованием скажет, воздушный десант хороший в двух случаях. Когда на земле ликвидирована зенитная артиллерия, которая собьет самолеты или планеры с десантниками, а в небе будет господствовать авиация той страны, которая избрасывает десант. Потому что один истребитель с одним летчиком может сбить громадный, тихоходный наш Туполев, когда сразу погибнет 30, 40, а то и 100 человек десантников. И была в тот ленинградский период его жизни еще одна история, которую Тухачевский скрывал даже от самых близких людей. В 30-м начались гонения на военных специалистов, военспецов, так называли офицеров царской армии, которые после революции пошли служить большевикам. Бывший подпоручик Тухачевский уж точно был в их числе. И что же? И что сделал товарищ Тухачевский, будучи командующим Ленинградским военным округом? Он написал письмо, которое так и называлось, о контрреволюции на военно-историческом фронте. И кого он обвинил? Свечина объявил крупнейшего нашего стратега и других преподавателей Академии Генерального штаба из числа старых офицеров царской армии в виду. Это были конкуренты его по армии, в частности, бывший командующий Восточным фронтом Альдороги, с которым он делил честь победы над Колчаком. И поэтому он, так сказать, был, наверное, доволен, что конкурентов устранили. Одних военспецов расстреляли, другие сгинули в лагерях. А Тухачевского в июне 1931-го срочно вызывают в Москву. Он назначается начальником вооружений Красной Армии, потом заместителем наркомата по военным и морским делам, позже преобразованного в наркомат обороны СССР. Опять в подчинение к Ворошилу. В 1934-м он кандидат в члены Политбюро ЦК партии. В 1935-м один из пяти первых маршалов Советского Союза. Стремительный, невероятный взлет после падения. До определенного момента Сталин его продвигал до первого заместителя наркома обороны включительно. Что же случилось? Почему после трехлетней опалы Сталин так резко и неожиданно изменил свое отношение к Тухачевскому? Ну, первое. В середине 30-х годов вождь понял, война с Германией рано или поздно будет. Для такой войны нужна обновленная армия. Второе. К этому времени уже развернулась индустриализация страны. Сотнями строились танковые, артиллерийские, оружейные заводы. Именно тогда Сталин признал, многие предложения Тухачевского разумны. Более того, к полнейшему изумлению руководящей верхушки партии и всех военачальников, вождь принес Тухачевскому свои извинения. Единственный практически перед кем он извинился за те оценки, которые он раньше давал, это был Михаил Николаевич. И он ему написал, что да, по тем временам, наверное, я неправильно оценил, а вот сейчас, наверное, многие идеи, которые высказываются крупными военными, они стоят их реализовывать. Окрыленный высоким покровительством, молодой маршал предлагает все новые идеи армейских реформ. Больше танков, больше пушек, больше самолетов. Новая война будет войной машин. Он верит в это. Что ему теперь этот недоучка-кавалерист Ворошилов с его подхалимами? У Тухачевского есть свои сторонники из военной элиты. У Боревич, Якир, Гомарник и другие заслуженные военачальники, его друзья еще со времен гражданской. Он убежден, в руководстве советскими вооруженными силами грядут большие перемены. Время Буденного, Ворошилова и остальных именитых стариков прошло. Это была его роковая ошибка. 1 мая 1936 года, после демонстрации трудящихся, с обычной помпой проходит военный парад. Тогда была заведена такая традиция. 1 мая после прохождения парада все ехали на дачу Ворошилова, крупные военные, и там как бы небольшой фуршет должен был состояться. И на этом мероприятии присутствовал и Сталин. Как всегда, одна за другой следует здравиться в честь дорогого и любимого товарища Сталина. Поднял бокалы Тухачевский. Товарищ Сталин, как никто другой, знает нужды нашей доблестной армии. Но дальше застолье вдруг принимает необычный для кремлевских пиршеств оборот. Товарищи крупные военные, немного, скажем, подвыпив и осмелев, наверное, при этом, начали высказываться Сталину откровенно, что нужны реформы, и реформы провести может только профессиональный военный, а не политик, каковым они считали Ворошилова и считали его вообще недалеким и человеком по своему образованию, в общем, что, в принципе, и соответствовало действительности. Ну и, наверное, по тому, что он не совсем улавливал какие-то нюансы развития вооруженных сил, в том числе и у нас в стране. Ворошилов слышит эти речи, особенно громко говорит Тухачевский, пытается возражать. Сталин не перебивает спорящих до хрепоты военных. Потом уже в полной тишине он поднимает бокал своего любимого грузинского вина. Давайте, товарищи, еще раз выпьем за успехи непобедимой Красной Армии и ее полководцев. А вот эти хмельные разговоры мы, пожалуй, перенесем в более подходящее место. Сталин сказал, что хватит припираться таким образом, пора вынести этот вопрос на политбюро. На следующий день Тухачевский заходит в кабинет Ворошилова, якобы подписать какую-то бумагу. Он выглядит подавленным. Куда одевались его привычная самоуверенность и холодный с прищуром взгляд? Тухачевский, изменив уже свою позицию еще до заседания, он даже извинялся перед Ворошиловым, что немножко, наверное, они переборщили, наверное, спиртное свою роль небольшую сыграло и так далее, и так далее. То есть начал как бы уже отходную такую позицию. Позорное отступление красного маршала Тухачевского. С его-то характером, с его презрительным отношением к Ворошилову и привычкой повелевать. Под обострастное извинение сторонники Тухачевского считают предательством их идей, слабостью и трусостью. У Боревич и Якир, командарма первого ранга, второе звание военной иерархии после Маршинского, резко выступают на политбюро. Ворошилов тянет армию назад. Но очень скоро Тухачевский прощен с соратниками. На тайных встречах они горячо обсуждают планы смещения Ворошилова. Главная идея этих сходок наркомом обороны должен стать Тухачевский. Орденоносцы и герои гражданской войны не знают о том, что все они уже под колпаком органов госбезопасности. Что под руководством наркома НКВД Николая Ежова, которого они считают ничтожеством и мерзавцем, начинается сверхсекретная операция. Именно тогда органы госбезопасности впервые через свою агентуру с применением технических средств отследили вот такие, такого рода разговоры и доложили высшему политическому руководству, что назревают какие-то очень неприятные события. В середине 30-х Тухачевский по служебным делам часто бывает в Германии, Англии и Франции. Встречается с высшим генералитетом этих стран, а с военным министром Германии фон Бломбергом его отношения почти дружеские. С 29-го года все высшее наше командование проходит обучение при германском генштабе. Правда, если судить по тому, что написали немцы об этом, то в основном что они либо пьянствовали там, либо просто начинали дружить с немецкими генералами. Весной 37-го нарком НКВД Ежов кладет на стол Сталина переводы статей из французских газет. Сталин читает. Тухачевский за две недели стал самым известным полководцем в Европе. Он сделал большое дело, создал армию, преобразовал родину. Маршал Тухачевский, бывший поручик императорской гвардии, который только что прибыл в Париж, является, конечно, самым блестящим военным человеком в СССР. Сталин Багравеи. Кто у нас руководит страной? Мы или этот хвостун? Он опасался бонапартистского переворота в случае войны. А войну он готовил. Соответственно, Ворошилов и Буденный не рассматривались как бонапарты. Он, в общем, знал им политическую цену. А Тухачевского потенциально подозревал в этом. К тому же, в начале 1937-го идет активный вброс компромата на Тухачевского. Причем от высших руководителей европейских стран. Первым сообщил о подготовке военными заговора против власти в Советском Союзе президент Чехословакии Эдуард Беннеш. Но он был не единственным и далеко не самым главным, через которого шла информация в Советский Союз. Например, при встрече премьер-министра Франции Даладье, он по спреду Потемкину, это наш представитель во Франции, говорил о том, что среди военных зреет заговор. И приводил конкретные примеры, называл конкретные фамилии. Органы Советской Госбезопасности получали компромат на Тухачевского и от своих агентов, внедренных в круги российской эмиграции. Тут бывшие генералы и офицеры-белогвардейцы постарались как следует. Суть их заявлений сводилась к следующему. Ряд военачальников, которые раньше в Царской армии служили, или уже в Красной армии, могли бы восстать против Сталина, грубо скажем, восстать против советской большевистской власти. И среди них фигурировала фамилия Тухачевского. Дело Тухачевского, я считаю, что это одна из больших тайн интриг прошлого века, потому что это своеобразный маршерский пасьянс, в раскладывании которого участвовали все основные европейские государства. И еще одна, может быть, главная интрига этого сложного пасьянса. Начальник военной разведки Рейха в годы Второй мировой Вальтер Шелленберг после войны написал книгу воспоминаний. В этих мемуарах бригаденфюрер СС утверждал, что в 1937-м спецслужбы Германии умело вбросили своим советским коллегам документы с доказательствами того, что Тухачевский и его соратники были немецкими шпионами. Материалы якобы были собраны в так называемую «красную папку», что стало поводом для расстрельного приговора Тухачевскому и другим военачальникам. Записки Шелленберга дали многим историкам, и не только советским, повод утверждать, что прежде всего немцы ловко подставили Тухачевского. А так ли это? В документах дела Тухачевского и вообще в советских архивах никаких следов вот этой красной папки, ссылки на нее, они нигде не встречаются, и, судя по всему, ее просто не было, потому что какой смысл было это скрывать, допустим, в процессе следствия и суда над Тухачевским. Шелленберг написал свою книгу после войны. После того, как он уже знал о том, что вот 37-й год, дело военных и так далее, ну, ему нужно было сделать себя все знающим, все видящим, все понимающим и влияющим на все. Отсюда просто его придумка, само восхваление, и не больше. Был или не был в реальности германский компромат на Тухачевского – ясно одно. К весне 37-го в НКВД собралось огромное досье на Тухачевского, которое именовалось ни много ни мало как военно-фашистский заговор. Главная загадка – это был ли этот заговор или не был в действительности. Некоторые считают, что был, некоторые – что не был. Я уверенно говорю, что его не было ни на какой стадии, там даже на сугубо подготовительной. Потому что, простите, для любого заговора всегда нужна какая-то особая часть надежная, которая этот переворот осуществит. Вот никакой такой части в 37-м году не просматривалось, то есть никакой подготовки к перевороту ни Тухачевский, ни его товарищи не делали. И, строго говоря, нет даже никаких разговоров на эту тему зафиксированных, Тухачевского с кем-либо. Есть еще одна неожиданная версия по делу Тухачевского, которую в нашем фильме впервые озвучивает генерал-лейтенант ФСБ в отставке, историк спецслужб Александр Сданович. Заговор как таковой был. Но заговор против кого? Или против чего? Не против советской власти, это я однозначно скажу, не против большевиков, не против Сталина. Заговор военных был против Ворошилова. Потому что многие из них, те, кто командовали реально войсками, они поняли, что вот к середине 30-х годов стало понятно, что мы будем иметь военные столкновения с Германией. И вот тут конфликт военных с Ворошиловым вышел на некую стадию. Потому что, как мы знаем, Тухачевский стоял за войну моторов, за развитие технических средств и так далее, за резкое расширение армии. Идеи Ворошилова, что Красная Армия – это доблестная кавалерия плюс боеспособная пехота, а танки – просто их предаток, Тухачевский называл устаревшими. А самого Ворошилова не иначе, как старым дубом в окружении дураков-прихлебателей. Тухачевский обвинил Ворошилова, что он вокруг себя собирает группу людей, которые формируют всю политику и так далее, и тому подобное. Существовала так называемая конармейская группировка, по большей мере из унтер-офицеров, выдвинувшихся в годы гражданской войны. А в составе, соответственно, пехотной группировки были бывшие царские офицеры, которые сразу пошли на службу Красной Армии, как вот Тухачевский. Все они, естественно, члены партии. Тухачевский еще с 1918 года. Но Сталин, конечно, больше доверял конармейцам, с которыми он вместе воевал в гражданскую, которых продвигал. 10 мая 1937 года. Кремль. На столе Сталина папка с признанием бывшего командующего ПВО СССР Михаила Медведева. О том, что Тухачевский – организатор заговора высших чинов армии против Сталина. Медведев арестован 6 мая 1937 года. Трое суток его избивают в Лефортовской тюрьме резиновым шлангом. В конце концов, в ночь на 10 мая бывший комбриг Медведев подписал показания, продиктованные ему следователем. На следующий день заседает политбюро ЦК партии. Единогласно принято решение. С должности заместителя наркома обороны Тухачевского снять. По сути, это был приговор. Направить его в Приворский военный округ, где он совсем недолго пробыл и был вызван в Москву и по дороге арестован. Команду это отдавал Сталин и никто иной, поскольку такого уровня военных даже органы безопасности при всех их полномочиях того времени не могли тронуть, это однозначно. Со своими маршалами он как-то сам разбирался. Когда-то расстреливал, когда-то нет, но это решение принимал он, конечно. 24 мая Тухачевский доставлен на Лубянку. Спустя два дня он подписывает признание. Вот отрывки из следственного протокола. «Сегодня, 26 мая 1937 года, заявляю, что признаю наличие антисоветского военно-троцкистского заговора и то, что я был во главе его. Обязуюсь самостоятельно изложить следствие все, касающееся заговора, не утаивая никого из его участников, ни одного факта и документа». Основание заговора относится к 1932 году. Также Тухачевский признал, что им и его товарищами были переданы сведения германской разведке о количестве войск и местах их дислокации в приграничных областях. Что же случилось с Красным маршалом? Почему он так скоропалительно подписал смертный приговор не только себе, но и многим своим соратникам, знаменитым командирам Красной армии? «Судя по всему, его били, потому что следствие это было чуть больше недели до суда и расстрела. И чтобы выбить признание в том, чего человек заведомо не совершал, что гарантированно давало ему расстрел, можно было только с применением каких-то особых средств». В соседних камерах истязали друзей и соратников Тухачевского, его единомышленников. Но кроме пыток, этих людей еще живых добивала иная мука. «Для них всех это было моральное потрясение, то есть рушилось все то, чему они посвятили жизнь. Они, так сказать, перешли на сторону красных и для того, чтобы, конечно, делать карьеру, но и, с другой стороны, для того, чтобы создавать Красную армию. А теперь их как бы за это расстреливали». 11 июня 1937 года поздно вечером особая коллегия Верховного суда СССР за шпионаж, измену Родине и подготовку террористических актов вынесло приговор маршалу Советского Союза Тухачевскому, командармам 1-го ранга Якиру Иубаревичу, командарму 2-го ранга Корку, командармам Фельдману, Примакову, Эйдеману и Путне. Всех восьмерых приговорили к смертной казни. Единственная реплика Тухачевскому. «Мне кажется, что это сон». Через несколько часов Тухачевский и остальные обвиняемые были расстреляны в подвале здания военной коллегии Верховного суда. Согласно показаниям свидетелей, Тухачевский перед смертью выкрикнул «Да здравствует Красная армия!» Реабилитировали Михаила Тухачевского, как и большинство жертв репрессий, в 1956 году. Вместе с его женой Ниной Гриневич, братом Николаем, двумя сестрами и другими родственниками, которых расстреляли или отправили в лагеря. Реабилитировали всех – живых и погибших. Так почему же погиб сам Красный маршал? Хотел ли он действительно занять главные политические высоты? Или просто был амбициозным полководцем? Главная цель жизни у Тухачевского – это создать мощную армию и возглавить ее в будущей войне, чтобы проявить себя как великий полководец уровня, скажем, Наполеона. Такие мечты у него точно были. Но он до Второй мировой войны, где он имел бы шанс проявить себя, он не дожил. Настойчиво взбираясь вверх по карьерной лестнице, Тухачевский оступился дважды. Первый раз ему удалось замолить свои грехи самоотверженной службой. Но вторая карьерная ошибка оказалась роковой для маршала. Слишком плохо он изучил подозрительный характер вождя всех народов и правила игры под кремлевским ковром. Продолжение следует...